МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сам водитель уверяет, ни алкоголя, ни наркотиков, перед тем, как сесть за руль, не употреблял. На вопрос, куда направлялся автобус, ответил так. Автобус обычно экскурсионный. Экскурсионный автобус. А куда направлялись? Ну так, катал людей по городу. Просто по городу? Да? А давно работаете водителем? На первый день сегодня. А, нет, третий. Рядом с остановленным автобусом столпились его пассажиры. Люди уверяют, ехали не на экскурсию, ехали домой. Вы ехали домой, кстати? Да. Больше много, много народу было. Полная маршрутка. Полная маршрутка, да? Сотрудникам ГИБДД, помимо состояния водителя, придется проверить, по какому праву этот автобус под видом экскурсионного осуществлял заказные перевозки. Пока составлялись документы, пассажиры уехали до места назначения на другом подоспевшем микроавтобусе. На своих экранах вы видите, как представители одной из южных диаспор, проживающей в Твери, раскатывают по областной столице на крыше автомобиля. Этот факт не остался незамеченным для сотрудников ГИБДД. В течение часа сотрудники полиции установили автомобиль и его 26-летнего водителя. На крыше катались товарищи водителя, допустившего опасное нарушение правил дорожного движения. Нарушители задержаны. Подобный способ расслабиться не остался безнаказанным. У водителя выявлен целый ряд нарушений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушения влекут солидные штрафы. Составлены административные материалы и в отношении пассажиров. Кроме того, будет проведено экспертно-криминалистическое исследование автомобиля. Подлинность его маркировочных обозначений вызвала у сотрудников госавтоинспекции сомнения. Это вот прям показательное хамство, которое сотрудники полиции вовремя пресекли. Это и урок для самих автолюбителей, да, тех, кто попал в эту переделку, и для всех остальных, которые на это посмотрели, и что принцип неотвратимости наказания... Продолжение следует... Продолжение следует...